Харлан Эллисон. Отбросы. Сидень сразу понял, что у Рилы слетела крыша. Он безмятежно наблюдал, как муташка раз за разом бросается на люцитовое видовое окно, пока ее маленькая голова не превратилась в кровавое месиво. Тогда Сидень вздохнул, глубоко втянув воздух в мощную, как кузнечная меха, грудь и вновь подивился. Почему же из всех отбросов именно его негласно признали вожаком? Корабль их болтался в космосе, где-то меж землей и луной, никчемный и неприметный дрейфующий плод в океане ночи. Все остальные, что расположились вокруг Сидня в кают-компании корабля, тоже бесстрастно наблюдали, как Рила сводит счеты с жизнью. Стоило муташке, наконец, рухнуть на ковер, как они дружно отвернулись, предоставляя Сидню назначить тех, кому придется убирать тело. Он выбрал Джона Смита, у которого росли перья вместо волос, и еще одного безымянного, который только лязгал зубами, но не говорил. Эти двое подняли увенчивавшийся головой горошинкой тяжеленный труп Рилы и потащили его к мусорному шлюзу. Сперва порожнив шлюз, они открыли его, сунули туда труп, снова задраяли люк и выдули Рилу наружу. Направляясь к солнцу, тело муташки проплыло как раз мимо смотрового окна кают-компании. Один миг, и Рила уже скрылась из виду. Сидень развалился в кресле и со свистом втянул воздух в свою широченную грудь. Да уж, видно, такая ему выпала доля быть вожаком у этих людей. У людей? Нет, конечно же, у отбросов. Так куда вернее. Все они и правда отходы, дерьмо, хлам, мусор. И как подходил для Рилы именно такой уход? Через мусорный шлюз. В один прекрасный день все они именно так прощаются с жизнью. Тут Сидень вспомнил, что на корабле нет никаких дней. Ладно, в одну прекрасную когда-нибудь ночь или день каждого из них вышвырнут прочь будто кучу дерьма или пищевых отходов. И по делам, ведь они отбросы. И люди? Нет, не люди. У людей не бывает крючев вместо рук, единственного глаза посередине лба, панцирей, горбов спереди и сзади. Нет у них и прочей дряни, которые щеголяют обитатели корабля. Все люди нормальные. Идеально подходящие друг другу пары ног, рук и глаз. Идеально подходящие друг другу мужья и жены. Люди равномерно распределяются по всей Солнечной системе и, соответственно, делят между собой благо этой системы и пограничных миров у края. Люди всей душой за то, чтобы эти непотребные отбросы так и сдохли в заключении на своем корабле. Готово, хозяин. С ней все путем. Сидень набычился, утопив свою вполне нормальных размеров голову в гигантской грудной клетке и немного подумал. Потом взглянул на говорившего. Джон Смит, тот самый, у кого вместо волос перья. Повторяю, хозяин. С ней все путем. Сидень молча кивнул. Рила была всего лишь очередным трупаком. Двести с лишним отбросов они уже потеряли и своего часа ждали другие. Странно. Как же равнодушно эти... Сидень опять не решился сказать люди и в конце концов остановился на использовавшемся у них в обиходе слова существа. Как же равнодушно эти существа привыкли относиться к смерти себе подобных? Или они просто не считали остальных себе подобными? Ведь все обитатели корабля отличались друг от друга. Не отыскать и двоих, кого не дуг, изуродовал бы одинаково. У некоторых изменились сами мышечные волокна и все их конечности сделались бесполезны. У других закупорка кожных пор привела к полному выпадению волос. Еще у кого-то в кровь поступали не весь какие гормоны, действие которых выражалось в том, что на гладкой поверхности образовывались причудливые наросты. Но каждый, похоже, считал себя совсем не таким безобразным, как остальные. Да, такое вполне можно было предположить. Сидень, к примеру, не сомневался, что его громадная грудная клетка куда приятнее на вид, чем две головы и колючий гребень Сэмс Воупа. На самом-то деле, думал Сидень с кривой смешкой, многие люди могли бы исчесть очень достойным этот огромный клин грудной клетки. Весь покрытый темными волосами, он придает моему телу просто героический вид. Эх, ма, остальные-то и правда какие-то убогие. Но про меня, понятное дело, этого не скажешь. Да, такое было вполне возможно. Теперь, во всяком случае, отбросы не обращали особого внимания, если кто-то из их компаний кончал собой. Они просто отворачивались. Большинство из них и так уже были мертвеем мертвого. Стоп! Тут Сидень поймал себя на мысли. Он начинал походить на... Он начинал рассуждать, как остальные. Надо бы выбросить из головы эти мысли. Так нельзя, так встречать смерть никому не дозволено. И Сидень решил, что следующего он непременно остановит. Он сделает отбросом строгое внушение и объявит, что место для посадки вот-вот будет найдено. Это их малость приободрит. И в то же время Сидень ясно понимал, что и в следующий раз будет точно так же сидеть и наблюдать. Ведь подобное решение он принимал и до самоубийства Риилы. Тут в кают-компанию вошел Сэм Своуп. Весь день он торчал на КП, и обе его головы взмокли от пота. Минуя группы беседующих отбросов, Сэм Своуп направился прямо к Сидню. «Ого!» Это было вроде приветствия. Так Сэм Своуп обозначил свое прибытие. «Ну как там?» «Мецохрениссимо!» Осклабился Сэм Своуп, подражая Скаламине, бывшему водопроводчику родом в Сицилии, сопровождая фразу излюбленным жестом итальянца. «Жить буду, чему не рад!» В последнюю фразу он вложил лишь малую долю юмора. «Слушай, Сидень, я тебе еще не рассказывал про одну хитрожопую прощесоску!» Ни одна из голов при этом даже не улыбнулась. Сидень вяло кивнул, что-то не тянуло его играть в эти игры. «Ну и хрен с ней!» Так же вяло проговорил Сэм Своуп. Но после небольшой паузы лукаво продолжил. «А разве я тебе не рассказывал, что был на ней женат?» Опять его тянуло к бывшей жене. Весь этот корабль так и сочился безумием. «Рила только что перекинулась!» Безразлично проговорил Сидень, а по-другому было и не сказать. «Я так и понял», — отозвался Сэм Своуп. «Видел, как ее волокли к мусорному шлюзу! Уже шестая за неделю! Думаешь, что-нибудь предпринять?» Сидень резко выпрямился в кресле. Взгляд его застыл как раз между двух голов Сэм Своупа. Горькие были его слова. Горькие полны бессильного гнева от того, что именно он должен влачить эту ношу. «Ты о чем, Своуп? Что я могу предпринять? Я здесь такой же заключенный, как и ты, как и вся эта шваль. Во времена Большой Облавы меня оторвали от жены и троих детишек, точно так же, как и тебя, свинтили с твоей драгоценной автостоянки. Какого черта вам от меня надо? Лучше встань на коленки и попроси этих ублюдков не расколачивать черепа, блюцит! А то они пачкают своими куриными мозгами наш замечательный северный пейзаж!» Сэм Своуп устало вытер сразу оба лица. Голубые глаза его левой головы закрылись, а карие глаза правой быстро-быстро заморгали. Говорившая до того левая голова свесилась на грудь. А бессловесная правая забормотала какую-то невнятицу. Тогда левая мгновенно вскинулась, голубые глаза затуманились ненавистью и презрением. «Да заткнись ты, дебил!» — проорал Сэм Своуп и треснул правую голову кулаком. Сидень наблюдал молча и без всякого сочувствия. Когда он впервые увидел, как Сэм Своуп колотит свою правую голову, что-то вроде самобичевания, то пожалел мутанта. А теперь он уже свыкся с тем, как Сэм Своуп вымещает злость на своей бессловесной голове. А порой Сидню даже казалось, что у Сэм Своупа преимущество перед остальными. Есть у него, по крайней мере, какой-то выпускной клапан, что ли? Свой объект ненависти. «Успокойся, Сэм. Нам уже ничего не поможет. Ни одно поганое...» Сэм Своуп искоса взглянул на Сидня, внимательно осмотрел его могучую грудную клетку, здоровенный ручищей вяло пробормотал. «Не знаю, Сидень, не знаю!» Левую голову напустил на ладони, а правая вдруг придурочно подмигнула Сидню. Тот поежился и отвел взгляд. «Вот удалось бы нам тогда сесть на Венере!» не отрывая лица от ладоней, проговорил Сэм Своуп. «Вот если бы нас тогда пропустили!» «Пора уже понять, Сэм!» С горечью отозвался Сидень. «Нигде для нас места нет. Ни на земле, ни где-нибудь еще. Никому мы нахрен не нужны. У больших ребят на все есть разные расписания, предписания квоты. Столько-то на ИО, столько-то на Калиста, столько-то на Луну, на Венеру, на Марс. Где бы ты ни собрался осесть, под брусом нигде нет места во всем чертовом космосе». В другом конце кают-компании трое рыболюдей, чьи головы были облачены в прозрачные булькащие шлемы, затеяли ссору. Двое усердно старались открыть сливной краник на шлеме третьего. Тут уже снова пахло непорядком. Третий рыбочеловек отбивался изо всех сил и явно не желал умирать от удушья. Если бы никто не вмешался, могло произойти убийство. Легко выскочив из кресла, Сидень обрушился на двух нападавших рыболюдей. Одного схватил за плечо и отшвырнул в сторону. Кулак был уже занесен для удара, когда Сидень вдруг сообразил, что одна хорошая плюха разнесет водяной шар на голове рыбочеловека и убьет мутанта. Тогда вожак отбросов ограничился тем, что развернул буяна и резко пихнул в сторону выхода из отсека. Рыбочеловек перекувырнулся и заковылял прочь, выдыхая булькающие проклятия, в свою живительную воду и злобно оглядываясь на сородичей. Другой рыбочеловек сам отскочил в сторону и торопливо последовал за первым. Сидень помог их жертве добраться до релаксера и стал равнодушно смотреть, как мутант насыщает циркулирующую у него в шлеме воду свежей порцией пузырьков воздуха. Потом рыбочеловек задвигал безгубым ртом, произнося слова благодарности, но Сидень только отмахнулся и снова отправился к своему креслу. Сэм Своуп простирал бессловесную голову. «Эти трое никогда не повзрослеют!» — заметил он. Сидень поудобнее устроился в кресле. «Посмотрел бы я, Своуп, как бы тебе жилось в аквариуме для золотых рыбок!» Сэм Своуп перестал массировать желтую морщинистую кожу бессловесной головы и явно собрался отпустить очередную шуточку. Но тут его остановил резкий писк и световой сигнал интеркома. «Кают-компания! Что стряслось?» «Сидень! Сидень, ты там?» Это голос гармонии Тит из кабины управления. Но почему они вечно звали именно его? Почему всегда настаивали, чтобы именно он был вершителем их судеб? «Да, я здесь, с кают-компанией. Что у тебя?» Лампочка снова замигала, а из динамика под потолком донесся грудной голос гармонии Тит. «Я только что засекла следующий вашу сторону корабль. Сейчас до него примерно три тридцать. Я осверилась с эфемеридами и с графиками полетов. Там ничего такого нет. И что мне делать? Как по-твоему? Может, это таможенный корабль с земли?» Сидень глубоко вздохнул и поднялся из кресла. «Ну нет, вряд ли это таможенный корабль. Нас и так вышвырнули к чертовой матери. Вряд ли у них хватит наглости еще и требовать с нас плату за то, что мы здесь торчим. Понятия не имею, что это может быть. Смотри в оба и записывай все сигналы, которые они будут подавать. Я скоро буду». Сидень быстро вышел из кают-компании и по соединяющим уровня пандусам направился к кабине управления. Только миновав гидропонический уровень, он вдруг заметил, что Сэмс Воуп идет следом. «Я тут, но я подумал, Сидень, что тебя надо сопровождать!» Принялся извиняться Сэмс Воуп, заламывая маленькие красные ручки. «Мне не хотелось оставаться с этими... с этими уродами!» Его бессловесная голова клонилась на бок, то и дело засыпая. Сидень ничего не ответил, резко повернулся и в развалку зашагал наверх. А там уже все выяснилось. Тот корабль еще на подлете заявил о себе как о курьерском судне «Аташе», главного управления в Бьюти, штат Монтана, планета Земля. Главой делегации был спец «Аташе» по фамилии Корон. Когда курьерское судно подобралось к борту корабля отбросов, выбирая позицию для стыковки, гармония Тит, ее длинные серо-зеленые волосы свисали вдоль усеянного шипами выступа на позвоночнике, выбросило в тот участок поле тяготения. Судно землян прилипло к кораблю отбросов, и шлюзы состыковались. Корон вошел к ним без скафандра. Спец «Аташе» оказался изящным, необычно загорелым молодым человеком с аккуратным ежиком на голове. Живые еркие глаза, дружелюбные, обходительные манеры сотрудника дипломатической службы. Сидень не стал изощряться в любезностях. «Чего тебе, парень?» «Простите, могу я узнать, с кем имею честь разговаривать?» Курон был просто образчиком дипломатичности. «На земле меня звали Сидень». Мутант выговорил фразу с холодной надменностью, с интонациями типа «Возможно, я и урод, но у меня есть собственное достоинство». Честь имею представиться. Моя фамилия Курон. Мистер Курон. Мистер Сидень. Алан Курон из главного управления. Имею поручение встретиться с вами и обсудить. Сидень прислонился к переборке напротив шлюза, так и не удостоив в этаже приглашения в кают-компанию. «Хотите, значит, чтобы мы убрались с вашего горизонта? Так, что ли?» «Ах вы, вшивые!» Гнев так переполнил Сидня, что он поперхнулся и не смог толком выругаться. «Вы там накидали всяких бомбочек, а в итоге те, чья кровь на все это дело среагировала, превратились в монстров, в жутких чудовищ, которых никто из ваших терпеть поблизости не желает. И что вы делаете дальше? Вы называете это недугом? Собираете всех навскучу, хотим мы того или нет, и вы швыриваете в космос? Простите, мистер Сидень, но мне очень жаль». «Тебе? Ну, чего тебе? Какого хрена тебе еще нужно, мистер Главное Управление? Какого тебе еще хрена с твоим гладеньким тельцем, с твоим уютным домиком на земле и с твоими вшивыми предписаниями, где сколько людей могут проживать, чтобы не нарушилось твое вонючее культурное равновесие? «Чего тебе еще, сволочь? Что, хочешь предложить нам совсем отчалить? Ладно, мы уйдем!» Сидень почти кричал, побагровев от ярости и держа огромные ручищи по швам, чтобы ненароком не вышибить мозги этому сопливому агенту. «Ладно, уберемся мы с вашего паскудного горизонта. Мы уже всюду совались, даже у самого края были, мистер Засранец. И нигде во всем вшивом космосе места нам не нашлось. Нам не дают высадиться даже в самых отдаленных мирах, где и жить-то толком нельзя. Как же, думают они, заражение! Ладно, неси, Курон, мы сами отчалим». Мутант повернулся и направился было прочь, но в самом проходе его остановил громкий окрик Курона. «Сигень, постойте!» Большегрудый мутант обернулся. Курон расстегивал молнию своей куртки, обнажая грудь. Его сплошь покрывали бурой зеленью пятна наподобие проказы. Значит, и лицо Аташи не просто загорелое. Значит, Курон тоже поражен недугом. А теперь, похоже, хочет выяснить, как он его заполучил и как от него избавиться. Такое уродство у них на корабле называли текучками. Пристально глядя в лицо Аташи, Сидень неспешно вернулся. «И тебя послали с нами переговорить?» Удивленно поинтересовался большегрудый мутант. Курон кивнул и застегнул куртку. Правую руку он положил на грудь, словно желая увериться, что пятна никуда оттуда не денутся. В юных глазах Аташи просвечивал откровенный страх. «Знаете, Сидень, там внизу все хуже и хуже», заговорил он так торопливо, будто что-то его подгоняло. «С каждым днем все больше и больше перестроек. Такого я никогда в жизни не видел». Тут он замялся и поежился. Потом Курон прикрыл глаза рукой и слегка покачнулся. Похоже, какое-то воспоминание чуть не уложило его в обморок. «Нельзя ли, нельзя ли мне где-то присесть?» Сидень взял Аташи под локоть и повел его быловкою компанию. Но тут из ведущей туда дверцы вышла фарфорка, девушка со стекловидными руками. И вожак отбросов тут же вспомнил о доброй сотне причудливо жутких существ, с которыми придется столкнуться Курону. Аташи явно был не готов легко перенести подобное зрелище. Тогда Сидень развернулся и провел Курону в штурманскую. Там он небрежно махнул рукой в сторону кресла пилота. «Садись!» – бросил он Курону. Теперь Аташи напоминал студента, которого только что с треском вышибли из института. Плюхнувшись в кресло, он все продолжал недоверчиво ощупывать свою грудь. Так уже больше двух месяцев. «Вовремя не распознали, я старался никому не показывать». Симпатяга Аташи буквально трясло. Взгромоздившись на край приборной доски, Сидень закинул ногу на ногу. Потом скрестил руки на широченной груди и пристально посмотрел на Курона. «Ну и что же вам, ребята, здесь понадобилось?» «Чего вы хотите от своих возлюбленных отбросов?» Последнее слово так и сочилось горечью. «Это... это все так ужасно, Сидень. Вы представить себе не можете?» Курон нервно огладил свой ежик. «Были все основания считать, что разработанный Terra Pharmaceuticals дезинфектор атмосферы покончил с ним без проблем. Опрыскали всю планету, но потом что-то в самом дезинфекторе, и никто не знал толком, что именно, соединилась с чем-то другим, о чем кое-кто из спецов только догадывался, с чем-то произведенным самим недугом, и получился удивительно жизнестойкий штамм. Тут-то самое страшное и началось. Если раньше беда эта касалась только вас, немногих, в крови у кого было нечто, делавшее вас подверженным недугу, то теперь болезнь из исключения превратилась в правило. Люди стали перестраиваться прямо на глазах. «Я... я...» Курон снова замялся, ежась от воспоминаний. «Моя... моя невеста...» Все-таки продолжил он, упорно глядя на свои руки, сжимающий дипломат. «Мы с ней обедали на крыше небоскреба, на Рокфеллер-плац. Через двадцать минут уже надо было возвращаться на работу, в Бьют. Самое время ловить такси. И она... Она... Она перестроилась прямо там, в ресторане. Ее глаза... они... они... Нет, не могу. Вы просто не представляете, каково мне было видеть, как они вдруг заслезились и просто... просто стекли у нее по щекам. Это...» Лицо Курона напряглось, будто он мучительно старался совсем не лишиться рассудка. Сидень резко обуздал его истерику. «Вот что, парень, у нас на борту Семера с тем же самым, о чем ты тут толкуешь. И это далеко не самое худшее. Ну, давай дальше. Что там еще?» Столь сдержанный прием его душевных излияний привел Курона в чувство. Все обернулось так скверно, что никто и носа не смел показывать из стерильных убежищ. Улицы опустили, а потом в Сенцинате объявился какой-то знахарь. Он утверждал, что нашел решение. Требуется сыворотка из крови... крови... «Отбросов?» — докончил за него Сидень. Курон молча кивнул. Тяжеловесный смех Сидня загрохотал по тонкой оболочке покоя, что все еще окружало Курона. Адашев скинул глаза на оседлавшего приборную доску мутанта. Молодое лицо перекосилось от гнева. «Над чем вы смеетесь? Нам нужна ваша помощь! Нам нужны в качестве доноров ваши люди!» Сидень мгновенно оборвал смех. «А отчего бы вам не попользоваться вон теми! Вон оттуда!» Он ткнул пальцем в сторону громадного видового окна, где висела раздувшаяся, как мыльный пузырь, разноцветная земля. «А отчего негодятся они? С тобой заодно!» Ядовито добавил мутант. «При одной только мысли о том, что его можно так запросто занести в один список со всеми пораженными недугом, Курон аж скрючился. Нет, мы не подходим. Нас перестроил новый, смутировавший недуг. Теперь секреция в нашей крови совсем другая, чем вашей. Вас поразил первичный недуг. Или вирус, или как там его еще, а нас уже усложненный. А как установили исследование, единственное, у кого есть в крови то, что нам нужно, это вы, отброс...» Аташе вовремя спохватился. «Вы, вы, вы, люди! Высланы из земли раньше, чем смутировал сам недуг!» Сидень презрительно фыркнул. Кривая усмешка с некоторым налетом удивления не сходила с его губ. «Да, земляне, вы просто чудо, что за люди!» С тайной радостью процедил он сквозь зубы и покачал головой. Потом Сидень соскользнул с края приборной доски, повернулся к люцитовому видовому окну и заговорил, обращаясь отчасти к самому себе, а отчасти к несуществующему третьему в штурманской рубке. «Нет, что за удивительные существа эти земляне? Можно ли такое себе представить?» В его откровенном неприятии, предложенной к уронам сделки, слышалось и подлинное удивление. «Сперва нас сажают в эту железную терягу и выбрасывают подыхать в одиночестве, не желают иметь с нами ничего общего». «Сматываетесь, — говорят ребята, — а потом, когда припирает к стенке, — мигом к нам. Помогите, — говорят, — помогите. Вы, вонючие уроды, помогите, — говорят нам, чистеньким славным землянам!» Мутант резко обернулся. «Пошел вон!» «Катись с корабля!» «Мы вам не помощники!» «У вас для каждого паршивого шарика навалом предписаний, расписаний и квот!» Он прервал его. «Да, вы правы, но поймите, если уровень жизни населения резко понизится, начнутся бунты, самоубийства, другие тяжелые последствия, а тогда нарушится равновесие, и культура всей системы придет в расстройство, рухнет и...» Сидень резко перебил Аташе, заканчивая свою мысль. «Значит, у вас есть всякие дешевые квоты, но нет места для нас. Лады! Тогда и вам у нас нечего делать!» «А теперь проваливай!» «Мы не станем вам помогать!» Курон скачал с кресла. «Вы не можете так просто меня выставить!» «Вы даже не переговорили со всеми, кто находится на борту!» «Как вы смеете так обращаться с посланником землян?» Прежде чем Аташе сумел толком уяснить, что происходит, Сидень взял его за грудки и как игрушку швырнул запертую дверцу, что вела к шлюзу. Курон треснулся о дверь и отскочил назад. Когда его пронесло обратно к Сидню, большегрудый мутант взял оставшийся у кресла дипломат и пихнул его Курону в живот. «На, держи!» «А вот твое предложение, все твои паскудные запросы!» «Катись!» «Мы не желаем иметь ничего общего с твоими сранами!» Тут дверца резко распахнулась. За ней стояли отбросы. Они заполнили весь коридор, насколько было видно, до развилки, где он расходился к кают-компании и на камбус. Отбросы толкались и пихали друг друга локтями, пытаясь заглянуть в рубку. В первых рядах стояли Сэм Своуп, Гармония Тит и Фарфорка. Причем Сэм Своуп успел обзавестись небольшим, но вполне смертоносным рашпильным пистолетом. Двуголовый мутант угрожающе сжимал оружие, и Сидню польстило, что все они пришли к нему на помощь. «Нет-нет, Сэм, это лишнее. Мистер Курон как раз собирался уходить». И тут до Сидня дошло. Пистолет был направлен не на Курона, а на него. Он так и застыл, держа за рукав Курона, все еще судорожно прижимавшего к животу свой дипломат. «Фарфорка все подслушала, мистер Курон», трогательно залебезил Сэм Своуп. «Вот он хочет, чтобы мы все сгнили на этой барже!» Свободную руку он указал на Сидня, а его бессловесная голова кивнула в подтверждение. «Что вы собирались нам предложить, мистер Курон? Сможем мы когда-нибудь вернуться домой?» Сидень даже не подозревал, что в голосе Сэм Своупа может быть столько плаксивой услужливости. Он попытался вмешаться. «Ты что, Своуп, совсем спятил?» «Вы кретины!» «Кретины вы, если еще надеетесь, что вам дадут выбраться с корабля!» «Как вы не понимаете, вас просто хотят использовать!» «Как до вас не доходит!» Весь по Багровев Сэм Своуп рявкнул. «Заткнись! Заткнись раз и навсегда! Дай сказать Курону! Мы не хотим подохнуть на этом вонючем корабле! Тебе это, кумир наш глиняный, может, такое по вкусу, а нам не катит! Так что заткнись! И пусть говорит Курон!» Курон быстро-быстро затороторил. «Если вы разрешите прислать сюда медицинскую бригаду, чтобы использовать вас как донора в крови, то я уполномочен главным управлением заверить вас, что вы будете допущены на землю! Там вы сможете жить, в общем-то, полноценной жизнью!» «Эй, да что с вами такое стряслось?» Снова вмешался Сидень, тщетно пытаясь переорать гул толпы, запрудивший коридор. «Поймите же, наконец, этот мистер вас дурачит! Они снова используют нас и выкинут к чертовой матери!» Сэмс Волб угрожающе зарычал. «Сидень! Если ты не заткнешься, я тебя прикончу!» Сидень умолк и стал наблюдать за происходящим. Отбросы таяли на глазах. Они готовы были позволить лицемерному землянину ослепить себя лживыми посулами. Квоты мы пересмотрели таким образом, что теперь для вас найдется место в новых зеленых долинах Южной Америки или в восхитительном Вельде-Родези. Все будет замечательно, но нам нужна ваша кровь. «Нам нужна ваша помощь!» «Не верьте же ему!» «Не верьте!» «Нельзя верить землянам!» завопил Сидень и рванулся вперед выхватить у Сэмс Волба рашпильный пистолет. Сэмс Волб выстрелил в упор. Вначале рубку заполонил скрежет, что исходил из ствола небольшого пистолетика и сопровождал выплеск энергии. А потом вонь горелого мяса. Глаза Сидня широко распахнулись от боли. Он коротко вскрикнул и отшатнулся обратно к куврану. Адаша быстро сделал шаг в сторону, и Сидень, мучительно застонав, рухнул на пол. Огромная дыра была выжжена в его огромной груди. Огромная грудь — огромная смерть. Он так и лежал с открытыми глазами, а кровавленные губы лишь обозначали слова. «Не надо!» «Вы не... не должны верить землянам!» Последнее слово застыло вечным оттиском у него на губах. Лицо Курона все бледнело и бледнело, пока не стало казаться белым пятном на фоне его темно-синей куртки. Адаша всхлипнул. Сэм Своуп вошел в кабину управления и взял Курона за рукав точно там же, где его раньше держал Сидень. «Так вы обещаете, что нам позволят приземлиться и устроиться где-нибудь на земле, мистер Курон?» Адаша молча кивнул. «Если бы его попросили вынуть землю из собственного кармана, он и тогда бы охотно кивнул. Сэм Своуп все еще держал в руке Рашпель. Вот и отлично. Тогда зовите медицинскую бригаду и берите кровь. Мы хотим вернуться домой, мистер Курон. Больше нам ничего не хочется, только вернуться домой!» Они проводили его до шлюза. Оглянувшись, Курон увидел, как трое мутантов подняли развороченный труп Сидня и на плечах потащили сквозь толпу. Курон провожал глазами громадное тело, пока оно не скрылось из виду в поперечном коридоре. Сопровождавший Курона, Сэм Своуп заметил. «К мусорному шлюзу. Все мы уходим именно так, мистер Курон», говорил двуголовый твердо и непреклонно. «Но нам, мистер Курон, совсем не нравится так уходить. Мы хотим вернуться домой, ведь вы об этом похлопочете, правда, мистер Курон?» Курон еще раз молча кивнул и вошел в соединяющий корабли шлюз. Десять часов спустя прибыла медицинская бригада. Отбросы были сама услужливость и послушание. Почти одиннадцать месяцев ушло на то, чтобы вакцинировать все население Земли и остальных планет системы со всеми соответствующими правилами предосторожности. И за все это время ни один из отбросов не покончил с собой. А чего ради? Ведь они возвращаются домой. Скоро прибудут буксирные суда и отконвоируют громадный корабль отбросов на Землю. Теперь там и для них нашлось место. Даже с их недугом все были в приподнятом настроении и по вечерам в кают-компании непрерывно звенел смех. Сыграли даже одну свадьбу. Аркей, слепец с пушистым хвостом, женился на совсем юном создании, которое все звали Данет. Поскольку девушка не разговаривала, довольно трудно говорить, не имея рта. На торжественной церемонии Сэмс Волб исполнял обязанности священника. Все отбросы негласно признали его своим божаком, точно так же, как раньше признавали Сидня. Всех охватило воодушевление и уверенность в том, что стоит только Земле справиться с недугом, как они обязательно вернутся домой. Как-то после полудня пришел корабль. Неаккуратные буксирчики, как ожидали отбросы, а здоровенный грузовой корабль размером почти с их собственный ненавистный дом. Сэмс Волб опрометье бросился к синхронизатору шлюзов. Когда светящиеся красные полоски на пульте слились, он надежно состыковал шлюзы и стал продираться сквозь толпу, чтобы первым поприветствовать своих освободителей. Но стоило дверцы распахнуться, стоило отбросом увидеть первую десятку тех, кого к ним втолкнули, как все стало ясно. У одного было плоское, как кирпич, лицо, рот сдвинут на сторону, а глаз нет вообще. У другого вместо рук множество тончайших щупалец, ковылял он на каких-то обрубках, из которых ни один хирург уже не сделал бы ног. Еще одного волокли в чане двое могучих уродов. Чан заполняло желтоватое желе, а то, что там плавало, было как будто женщиной. Тут они поняли все. Никогда им уже не вернуться домой. Пока в шлюз вталкивали все новые и новые партии отбросов, они все отчетливее понимали, это последние зараженные земли, что это последние, пораженные недугом, и перестроившиеся раньше, чем им могла бы помочь сыворотка. Сэм Своуп тупо наблюдал, как они выгружаются. Кто-то сам волокся на безногом торсе, кого-то тащили в корзине, еще у кого-то голубоволосого единственная рука росла прямо из груди, а по всему телу пробивался грибок. Двуголовый в упор разглядывал своих собратьев и понимал, что тот, кого он убил, был прав. Все окончательно прояснилось, когда в толпе монстров Сэм Своуп разглядел голого отброса с крупными пятнами по всему телу. Кувран! И когда грузовой корабль, растыковавшись, рванулся обратно к земле, с немым предостережением не следуйте за нами, не смейте к нам приближаться, здесь нет для вас места. В голове Сэма Своупа все звучал отчаянный призыв в Сидне. Не верьте им, для вас нигде нет места. Не верьте! Нельзя верить землянам! Потом Сэм Своуп неторопливо побрел в сторону камбуза. Он понимал, что кому-то придется закрыть за ним люк мусорного шлюза. И не важно кому. Отбросов теперь на борту хватало. Харлан Эллисон Отбросы Читал Алексей Дик КОНЕЦ 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 Продолжение следует...